Заседание постоянной комиссии собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету состоялось сегодня в окружной администрации. В частности, депутаты рассмотрели изменения в некоторые статьи закона о бюджетном процессе в Ненецком округе. Заслушали доклады об исполнении решений, принятых по итогам рассмотрения проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года. В частности, согласно докладу руководителя департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко, налоговые льготы, действующие на территории Ненецкого округа, признаны эффективными. Они применяются к трем нефтедобывающим организациям, работающим на территории региона. Действительно, налог на прибыль для определенных групп снижен с 13,5 до 12,5. Пользуются этой льготой три организации – Лукоила, Роснефть, Росфит, Петр. Значит, выпадающие доходы выросли у нас в 2017 году по сравнению с 2016 на 199 миллионов или 44%, и сейчас выпадающие составляют 453 миллиона. В прошлом году в бюджет поступил 1 миллиард 600 миллионов рублей федеральных средств. В этом году уже включено 900 миллионов, и 800 миллионов рублей планируется ввести поправками в бюджет. Кроме того, планируется усилить работу по включению инвестиций других субъектов. В связи с этим будут возможны квотирования рабочих мест на нефтяных месторождениях для местного населения. Кроме того, в этом году планируется создать центр поддержки экспорта. По словам Татьяны Лагвиненко, вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение собрания депутатов. Это позволит в том числе создать дополнительные рабочие места для местных. Центр поддержки экспорта, экспорт в основном это продукция агропромышленного комплекса, в том числе Ленина. Поэтому мы, допустим, за счет федеральных средств создаем этот центр, три человека, и они будут работать непосредственно с российским экспортным центром. В 2019 году запланированы средства на продолжение инвентаризации природных объектов. В частности, планируется рекультивировать свалки, объекты экологического вреда. В прошлом году за счет средств окружного бюджета было ликвидировано объект накопленного вреда. Это территория бывшей медицинской станции Балаванский Нос, в результате чего была очищена площадь порядка одного гектара. Мероприятия по регуляции свалок на Риммаре и поселке Скателе, площадь которой составляет 24,2 и 10 гектаров, уже вошли в федеральный проект чисто страна. Ведутся работы по разработке проекта смены документации по рекультивации данных свалок. В рамках работы экономической комиссии Валентина Саутина, заместитель руководителя департамента строительства, отчиталась перед депутатами о том, как идет работа по предоставлению участков под жилищное строительство на территории Ненецкого округа. У нас на сегодняшний день по муниципальным образованиям 189 земельных участков имеется, по мнению, муниципальных образований. Из них подготовлены, которые не требуют отсытки, но где-то необходимо будет провести газ, где-то электричество. Такие работы, которые, в принципе, реально выполнить в муниципалитетах, это всего 50 участков из 189. Таким образом, в прошлом году было подготовлено 14 участков в городе, в селе 10. Ожидается, что в этом году в городе будет введено еще порядка 7 участков под индивидуальное строительство. В населенных пунктах 10-15 участков. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал Север.